Так, хорошо, я скинул материал семинара, и мы сейчас попробуем сейчас все порешать. Значит, первую задачу, ну, мы все задачки будем разбирать, в принципе. Значит, так, вот, сейчас, я надеюсь, все видно, что вы напишите, если не видно вот открытого коллаба. Значит, с чего мы начнем? Мы начнем с первой задачки, реализуйте поиск отсортированного массива, может, времени не будем определять, потому что времени просто не очень много у нас, но посмотрим. Считать все-таки время, за сколько это работает, интересно. Значит, реализуйте поиск отсортированного массива, в отсортированном массиве, нужно уметь находить элемент. При помощи наивного поиска, то есть мы игнорируем информацию о том, что наш элемент отсортирован, наш массив отсортированный, и использующий стратегию разделяй власты. Ну, сейчас, секунду, да, сейчас, это делось у меня, все, значит, соответственно, первый вариант решения всей истории состоит в том, что вот у нас есть массив, и мы просто будем проверять поочередно все элементы в нем, на то, соответствуют ли они там нашему. Например, вот, мы ищем пятерку, и пятерка, пятерка может оказаться, по нашему мнению, в любом месте массива. Поэтому давайте просто проверять весь массив. Значит, делается это, на самом деле, достаточно просто. То есть мы, ну что, мы просто пишем функцию, которая будет это делать. В принципе, мы такую функцию даже уже видели в первом семинаре. То есть search, там, можно его naive search назвать. У нас есть массив, у нас есть таргет, и мы идем по всем элементам массива. И если у нас элемент равен таргету, мы говорим, что ура, возвращаем элемент. А если... А иначе... Вернем минус один. Значит, не элемент возвращаем, возвращаем индекс. Давайте проверим, что это будет работать. Опять же призываю, на самом деле, всегда пытаться это нарисовать, особенно сейчас это будет важно, когда мы будем реализовывать бинарный поиск, потому что с ним будет совсем... Ну, то есть написать бинарный поиск там хотя бы с 20-го раза правильно, это уже в неком роде достижение. Что-то тяжело. Давайте проверим. Значит, наивный поиск. Да, на первом индексе действительно у нас находится двойка. Давайте посмотрим какой-нибудь минус 9. Да, не находит. Ну, хорошо. То есть у нас наивный поиск. В принципе, можно посмотреть, со сколько он будет работать, но я думаю, это и так понятно, что это будет линейное время работы. Значит, но кажется, что вот сортированный массив, он... То есть вот сразу понятно, например, что вот у нас есть минус 9, если мы будем ее искать в отсортированном массиве, мы можем это делать за у от единицы, потому что мы можем просто сравнить с наименьшим элементом и сказать, что если вот у нас число меньше наименьшего в массиве, то искать там число бессмысленно. То есть мы как минимум для каких-то частей поисков можем упростить решение задачи. Ну, допустим, что у нас элемент в массиве есть. Неужели нельзя как-то попытаться изголиться, чтобы использовать тот факт, что наш массив отсортирован? На самом деле оказывается, что можно. Давайте сейчас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот у нас даже степень двойки. Давайте это попробуем сделать. Значит, мы скажем, что у нас массив нумеруется с нуля. И пусть у нас его конец, то есть 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пусть у нас конец массива – это вот восемь, которая указывает на элемент, которого уже не существует в массиве. Значит, ну и давайте его заполним какими-нибудь числами. Например, минус пять, ноль, 1, 2, ну, допустим, еще раз, 2, 5, 7, 12. И вот хотим мы найти пятерку. Естественное желание на самом деле начать искать сначала. Но мы будем искать в середине сначала. Давайте определим, какой тут элемент серединный. Значит, тут четное число, поэтому мы просто будем пользоваться некой формулой. Давайте 0 плюс 8 разделим на цело на 2. Получается, что 4. Ну, хорошо, значит, мы в 4 пойдем. 2, 3, 4. Значит, вот этот элемент мы будем проверять. Ищем мы пятерку. Я напомню на всякий случай. Давайте мы ее как-то выделим. Хорошо, значит, мы берем, сравниваем элемент, который находится на четвертом индексе с пятеркой. Это двойка. Что мы можем сказать? Во-первых, очевидно, что любой элемент в сортированном массиве делит его на две части. То есть в этой части у нас находятся элементы, которые меньше, либо равны двойке. А во второй части, вот этой, у нас находятся элементы, которые больше, либо равны двойке. Это тривиальное наблюдение, которое говорит нам о том, что мы проблему как-то можем разбивать. То есть для обычного массива, не отсортированного, такой истории не было. Теперь давайте подумаем. Вот мы сравнили двойку с пятеркой. Что у нас из этого следует? У нас из того, что здесь стоит двойка, следует, что на самом деле во всем этом массиве искать ничего не надо. То есть на самом деле мы задачу можем разбить на две запчасти. Мы не знаем, как искать во всем массиве быстро, но мы знаем, что во всем вот этом массиве искать бессмысленно. Поэтому здесь мы торжественно говорим за у от единицы, что мы здесь искать не будем. Потому что здесь все грустно. Идем дальше. У нас двойка не равна пятерке, поэтому мы ее тоже выкидываем. Ее тоже, она тоже не является даже близко к кандидатам, на то, чтобы с ней дальше работать. И дальнейший поиск мы на самом деле должны продолжать только для элементов, начиная с пятого, ну, по восьмой, потому что вот мы договорились, что у нас восьмерка, это как бы не... Ну, по сути, это длина массива. То есть она указывает в конец самый. И указывает на ней существующий элемент. Просто удобно для кода. Хорошо. Значит, мы это сделали. Давайте посмотрим. Значит, вот там для этой части мы задачу решили, для этой части задачу решили. Опять то же самое. Возьмем середину. Опять же, чтобы не мучиться, пытаться понять, какой же тут элемент середины, мы возьмем просто индексы соответствующие, иплять плюс восемь. Сложим. Это тринадцать. И разделим нацело на два. Это, соответственно, шесть. Следующий элемент, который нам надо проверить, это шестой. Вот этот. Опять же, аналогично он делит все на две части. Он делит вот этот массив, оставшийся, на две части. Это уберем. Сейчас ластик. На две части. Я уже пугался, что-то убрал. Все. Значит, на две части. Значит, с этой стороны находятся элементы, больше либо равные семи. С этой стороны находятся элементы, чем меньше либо равные семи. С этой стороны больше либо равные семи. Ну, и здесь у нас, собственно, сам семь. Значит, для нас на самом деле очевидно, что семь не равно пяти, и что искать вот в этой части бессмысленно. То есть, вот в этой части мы ничего не ищем, за о от единицы мы просто ее выкидываем. Аналогично, сравнившись с семеркой, мы тоже ничего делать не будем больше. Семерка нам не нужна. И у нас на самом деле после этого остался массив. Опять же, нам нужно вот сдвинуть теперь указатель, который указывает в никуда. Он указывал восьмерку. Мы его сдвигаем. Мы будем искать в массиве от пяти до шести. Пардон. Вот. То есть, мы опять, мы решили часть проблемы за о от единицы, по сути. У нас остался вот этот маленький массивчик. Это массив размера один. В зависимости от реализации, мы можем по-разному сделать. В принципе, чтобы просто не мучиться со всякими багами из-за того, что у нас там на... в очень интересных местах будет по-разному себя вести алгоритм. Давайте просто берем и... Вот когда у нас элемент размера один... Когда у нас массив стал размера один, то есть это можно посчитать просто шесть минус пять. Под массив он размера один. Мы просто берем... Мы не вычисляем ничего там в середину. Потому что у нас середина элемента будет ровно один. И мы берем, просто сравниваем пять с пятеркой. Сравнили. Они равны. Ну, соответственно, значит, мы можем вернуть... Что у нас на пятом индексе находится число пять. Ну, вот так вот нам повезло. Если бы здесь находилась девятка... Фу, не девятка, а четверка, скажем. Могла находиться четверка? Могла. Мы бы опять же ее сравнили с пятеркой. И так как у нас единственное место, где могла быть пятерка, это вот это, мы бы сказали, что в массиве, значит, ничего нет. Давайте подумаем, за сколько это должно работать. Для этого я сотру все, что у нас было здесь. Значит, почему бинарный поиск, я думаю, стало понятно. То есть мы всегда делим все на, по сути, две части. То есть мы вот одним сравнением в серединке делим оставшиеся варианты на две части, на те варианты, кто и рассматривать не надо. И да, вот абсолютно, Стивен абсолютно правильно ответил, что действительно это будет работать за лог n. Почему? На самом деле причина похожа на то, что у нас было для сортировки слиянием. Что-то у нас n. Массив размер n. Значит, первым этапом, первым вот этим сравнением, мы его разделим на две части. Вот эту часть мы проверять не будем. Для нее время o от единицы. Само разделение мы тоже сделаем за o от единицы. А дальше мы вот будем в худшем случае, если у нас мы не нашли наш элемент, мы будем работать только с этой частью. Вот эта часть дальше пошла. Для этого нам ничего дополнительного, опять же, не требуется делать. Мы эту часть опять делим на две части. И опять же, нам нужно будет выбрать только какую-то одну из частей, ну, допустим, эту. И так далее, и так далее. У нас получается, что на каждом шаге у нас размер массива уменьшается на два, и при этом у нас на каждый такой шаг тратится o от единицы времени. Мы с вами уже обсуждали, что если мы каждый раз размер массива уменьшаем в два раза, то у нас всего шагов, пока массив не станет размера один, будет порядка log n. А выполняем мы всю эту историю за o от единицы, каждую стадию. Поэтому получается o от log n. Вот. Соответственно, получается такой очень красивый алгоритм, который должен работать очень быстро. В нем единственная проблема – это правильно его написать. Давайте попробуем его написать. Это с первого раза может не получиться, потому что жизнь боль, а алгоритм действительно такой нетривиальный. Даже в питоне, где мы хотя бы не мучаемся с тем, что у нас могут быть ситуации, в которых мы индексы храним не в правильных значениях, у нас там переполнение происходит. Значит, devbine research. Значит, вот мы берем, принимаем опять же тоже массив и таргет. Теперь нам нужно задуматься, а как мы с этим всем будем работать. Для этого вот картинки рисовать себе мега полезно. Прям советую. Значит, первое. Если, значит, нам нужно, значит, что нам нужно сделать? Значит, мы можем рекурсивно запускаться на подчастях массива. Либо можем просто сказать, ну, давайте рекурсивно запускаться, только нам придется каким-то образом вот хранить эти самые индексы. Потому что мы не хотим массив каждый раз скопировать. Это приведет к очень странному поведению, на самом деле, бинарного поиска. Мы хотим вот этот, то есть передавать сам весь массив и диапазон, на котором в нем надо искать. Поэтому давайте по умолчанию просто это старт, это ноль, а end это поставим none, и просто будем ifend is none, когда end это длина массива. Вот, таким образом у нас поиск поначалу, бинарный, запускается на всем массиве. Значит, что дальше мы должны сделать? Мы должны найти позицию, ну, среднюю. Значит, сначала нет. Ну, да, допустим, мы ее сначала будем искать. Значит, это будет start плюс end делить на цело на два. Но вот здесь маленький подбор, что все эти истории, они, ну, лучше просто мы хотели отдельно прописать ситуацию с массивом размера 1, поэтому давайте ее и пропишем. Что если, а когда это происходит? Если end минус start равно 1, то у нас массив размера 1, то если r от 0 равен target, то возвращаем не 0, возвращаем позицию, собственно, start. иначе возвращаем, что мы ничего не нашли, возвращаем минус 1. То есть это для массива размера 1. На самом деле мы еще должны сделать следующую проверку, что если у нас end минус start почему-то стал равен нулю, то тоже нужно что-то вернуть минус 1. Потому что у нас может произойти ситуация, когда у нас массив был размера ну, здесь не может произойти, но пусть там просто пристрахуемся на случай, если нам после передадут пустой массив. Могут нас попросить искать в пустом массиве? Могут. Ну, давайте мы эту историю заранее уберем. Хорошо. Значит, эти две части мы прописали, и вот теперь мы пишем уже, собственно, основной алгоритм. Значит, мы берем mid посчитали что у нас посерединке. Дальше, если у нас значит, у нас что может произойти? У нас первое, самое невероятное, то, что у нас совпало mid и target. Тогда мы его просто возвращаем. Почему нет? Возвращаем. Действительно, мы нашли конец массива. Значит, нашли в массиве нужный элемент. Теперь другая. Может быть, ситуация другая. Значит, элив. Значит, если у нас ar at mid меньше target, то, что мы должны сделать. Что мы должны сделать? Мы должны, на самом деле, значит, мы взяли элемент в массиве. Знаете, это, опять же, очень правильно рисовать, потому что тут можно ошибиться со знаками. То есть, какая ситуация? Мы ищем пятерку, а если ar по mid меньше, чем target, значит, то, что мы здесь нашли, это, например, 4. Значит, нам нужно идти в правую сторону массива. Остается искать только в правой стороне. Ну, давайте это напишем. То есть, запусти бинарный поиск на том же самом массиве с тем же самым таргетом, но теперь start, то есть, на самом деле, end, заметьте, не поменяется, а вот start поменяется, потому что start у нас это что, собственно, start у нас это mid плюс 1. То есть, нам вот эта позиция не понравилась, и мы начинаем с этой искать. Хорошо, давайте напишем mid плюс 1. А иначе, иначе, опять же, давайте, ну, рисовать, что у нас могло произойти. А могло произойти, что мы в этой части находимся, так вот, вот в этой части находимся. И здесь у нас 0, нужно искать от 0 до mid, причем mid будет, на самом деле, мы mid просто передаем, потому что mid, мы помним, указывает на элемент, который уже за границами рассматривал дипозона. То есть, иначе, надо вернуть binary search от target mid просто end. Вот если бы мы нумерацию ввели не с нуля, точнее, не с нуля, а если бы у нас конец массива, вот этот end, входил в сам массив, нам бы из mid тоже приходилось бы что-нибудь вычитать. А так у нас получается, что это как бы неявно вычитается, потому что, опять же, mid мы никогда на него смотреть не будем. Хорошо. Ну, давайте вот попробуем вот такую историю. Wells изменился start. Сейчас, пардон. Да, это, 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 потому что я описался, потому что start, start, mid. Хорошо, вот мы получили такую историю, да, спасибо огромное. От нуля до mid, причем включительно, потому что mid мы, потому что mid у нас сам алгоритм не рассматривает как валидное вхождение. Ну, давайте посмотрим. Опять же, мы могли где-то, как всегда, в этой истории обмануться. Обычно себя желательно просто проверить на каких-то простых историях, то есть, вот у нас есть binary search, вот нам тут нужно не просто проверить, что он правильно работает на каком-то рандомном массиве, здесь желательно проверить, что вы, например, давайте сначала, ну, ищем 5 в пустом массиве, вернулся минус 1, ну, хлеб, да, хорошо, мы молодцы. Теперь в пустом массиве, допустим, там 5 есть, число, которое в массиве, оно меньше пятерки, и число, которое в массиве, оно больше пятерки. Все правильно. И нам на самом деле, там нужно проверить на каких-нибудь размерах двойки и тройки еще, что у нас binary search работает. что мы делаем? Давайте там 5, 6. Сами видите, что количество, конечно, вариантов, которые нужно протестировать, оно меняется очень быстро. То есть 5, 6 было, может быть 4, 5. И, ну, 5, 5 мы не будем проверять. Может быть ситуация, когда у нас оба элемента меньше пятерки. И может быть ситуация, когда оба элемента больше пятерки. Ну, и на самом деле, может быть еще ситуация одна, которую мы не разобрали. Что элемента, что пятерки нет, а элементы между ним. То есть, пропадает он между элементами. Пятерка, как бы, левый элемент в массиве меньше пятерки, а правый больше. 3 и 6. Ну, давайте посмотрим. Так, ну, во-первых, у нас ничего не зависло, а во-вторых, так, сейчас. Давайте посмотрим. Так, значит, если у нас binary search, так, он работает, на, тоже правильно возвращает, во всех трех случаях, когда пятерки нет, он опять же все правильно вернул. Значит, вроде бы все хорошо. Ну, давайте мы проверим на каком-нибудь побольше массиве. Все работает. То есть, мы проверили, что у нас на каких-то массивах, ну, на самом деле, конечно, хорошо бы еще просто, давайте просто проверим на каком-нибудь массиве размера 3, но там, где у нас пятерка всегда есть. У нас тоже оно правильно работает. Ну, или, допустим, пусть не будет пятерки, посмотрите. Ну, да, вроде бы работает. Давайте binary search на тех же данных запустим. Ну, очень похоже на то, что это правильно действительно работает. Значит, еще себя можно проверить, как можно просто, вот у нас есть тут генерация примеров, когда у нас нет, например, в массиве элементов. Ну, давайте сгенерим просто один примерчик. Gen example. Третий, size. Давайте тысячу возьмем. Возвращается target, потом array. target и array. Так, ну, тут не импортирован модуль random. Мы, думаю, с этим мы разберемся, импортаем. Так, импортировали. и давайте, значит, получили пример. Значит, нам должно выдаст минус единичку. Давайте посмотрим, выдаст нам действительно минус единичку. сейчас. Target. Да, выдаст вам. Ну, скорее всего, мы написали все правильно. На самом деле, по-хорошему, тут, конечно, надо просто побольше примерчиков написать и на всех них протеститься, просто там, чтобы проверить, что у вас, например, там на какой-нибудь нечетной, на чем-нибудь нечетном, оно не падает. Но вообще говоря, мы проверили пустой массив, единичку, двойку и немножечко глянули тройку, поэтому очень маловероятно, что у нас баг происходит где-то позже. Давайте проверим на девятку. Да, все правильно. Ну, давайте на ну, давайте вот на этом примере как раз-то просто сравним примена работы. То есть мы не будем сильно мучиться, мы не будем сейчас заниматься тем, чтобы, что давайте просто сделаем побольше массив. Скажем, сто тысяч элементов и попробуем, попросим binary search поискать в таком массиве. Вот. Восемь микросекунд. Сейчас, да, мик. А теперь попробуем наивным поиском так поискать. Вот удобно искать именно тот случай, когда элемента нет, потому что мы точно не попадем в ситуацию, когда у нас там элемент очень быстро нашелся бинарным поиском. Вот, можно сравнить. То есть вот у нас скорость бинарного поиска, вот у нас скорость наивного поиска. Но вдруг такая ситуация возникла, что питоновский индекс умеет искать лучше. единственная проблема в том, что питоновский индекс, который умеет находить элемент, он очень паршивая штука в плане того, что если там элемента нет, то он дает value exception. Поэтому нам придется здесь использовать try except. к сожалению. Что на самом деле уже замедлит сильно программу. Пока что try except, они в питоне дорогие достаточно. Но тем не менее, мы видим, что мы действительно работаем быстрее наивного поиска. Просто потому, что наш наивный поиск, он работает чисто через питон, а эта штука работает через C, через привязку в C. Но при этом бинарный поиск все равно работает в разы быстрее. И действительно, ну давайте для него построим, просто адски не хочется заниматься увлекательной вещью под названием давайте подождем, пока отработает тупое решение. Давайте просто возьмем и запустим бинарный поиск на примерах. Будем менять размер нашего массива. Будем идти, скажем, шагом 1000 для массива до 100 1000. Вот оно считается, оно не виснет, что уже хорошо. Обычно бинарный поиск, если его неправильно написать, может зависнуть, может еще какие-нибудь приятные моменты сделать. в общем, алгоритм вроде бы не очень сложный, но в нем можно всегда накосячить. сейчас мы получаем морехи за то, что у нас генерируются разные массивы, можно было вот эту генерацию вынести отдельно из повторов. Ну, борь с ним. Давайте посмотрим на то, как выглядят наши времена. Действительно, это что-то похоже на логарифм. можем поставить туда, засунуть. Это скушает. Ну, вот мы видим, что зависимость действительно логарифмическая, при этом очень быстро все считается. То есть, вот здесь 0, 1, 2, но на 10 минус 5. То есть, действительно, мы работаем очень быстро, и бинарный поиск очень быстро работает. Когда он может начать немножечко тормозить, или даже немножечко, когда у вас массив больше, чем, ну, например, тут у нас массив просто маленький. Если, например, это у нас будет, он будет там размером с огромный файл, то такой подход будет работать чуть ли не хуже, чем, ну, на самом деле, все равно лучше, чем просто пройтись по всему файлу поискать, но у него будет существенное замедление из-за того, что перемещение, скажем, по файлу, это сильно отличный процесс от перемещения по массиву, который у вас расположен в оперативной памяти. Опять же, я просто напоминаю, что O, они этого не учитывают. но у нас тут хороший логен с хорошей константой. Вот. Хорошо. Значит, теперь следующая задачка. Напишите алгоритм возведения в положительную степень числа, наивный, а потом, используя стратегию, опять же, разделяя и властвую. Давайте вы подумаете три минутки, как бы вы это сделали, вот вторую часть. Понятно, как наивно, значит, возведение в положительную степень числа, да, пардон, используя только умножение, а то в питоне понятно, как сделать, используя только умножение. Вот. Такая задачка, она, ну, она очевидно не гениально используемая, но зато на ней это долгая, ну, очень-очень хорошо виден сам подход. Давайте вот три минуты подумаете, потом мы продолжим. Добавил субтитры создавал DimaTorzok давайте я на всякий случай нарисую подсказку, скажем, нам нужно возвести, значит, возвести число некое, скажем, K, давайте в степень N, ну, просто чтобы у нас, опять же, зависимость писать через N времени работы. Вот. Нам нужно это число возвести в степени, нужно это сделать как-то, ну, желательно, оптимально. Вот. Если мы будем просто умножать, ну, то есть, как бы, вариант с простым умножением, он очевиден. То есть, то берем K, умножаем на K и так делаем N раз. Это не совсем то, что мы хотим, разумеется, поэтому давайте подумаем еще. Что еще можно сделать здесь? Ну, как бы разделяю, вот тут вот ключевое слово разделяй, на самом деле. Что нужно делить? Давайте я напишу. На самом деле деление тут будет немножечко неочевидное, потому что с одной стороны у нас все будет зависеть от N. Вот представьте себе для начала, что у нас K в восьмой степени. Тогда, чтобы получить K в восьмой степени, мы можем перемножить 2K в четвертой степени. Так? Так. Чтобы получить K в четвертой степени, сейчас, пардон, K в четвертой степени, мы можем перемножить 2K во второй степени. В общем, заметьте, это значит, что нам достаточно один раз посчитать K во второй степени. Но как K во второй степени получить, тоже понятно. то есть у нас есть алгоритм для возведения степеней двойки. Давайте в степени двойки. Значит, у нас есть некое число K. Мы хотим возвести его в степень N. и мы пока предполагаем, что N это у нас степень двойки. Мы это проверить никак не можем. Ну, вот так вот. Ну, давайте скажем, что, значит, если N равно нулю, ну, потому что степень двойки, ну, положительная, ладно, неотрицательная степень будет. если возвести нужно в нулевую степень, то это единичка. У нас степень двойки и ноль. Значит, если это единичка, то нужно вернуть K. А иначе? А иначе мы возвращаем PAU от K. То есть разведи K в, значит, только не возвращаем, мы, значит, у нас получится вызов неправильный. Значит, результат это K в степени N деленное на 2. И возвращаем мы результат умножить на результат. Давайте проверим, что это будет работать. Для этого, например, введем двойку восьмую степень. 256, да, это так. Можно проверить, что, например, 5 в пятой степени, что это у нас? 625, да. Сейчас, в фоне не в пятой степени, это не 625. Нам нужна степень двойки, мы пока по-другому не умеем. Мы видим, что, да, 5 в четвертой степени действительно 625, а третьей это уже будет 3125. И мы видим сразу, что наш подход не работает для чисел, которые не являются степенями двойки. но мы можем схитрить. Что мы можем сделать? Мы можем взять, сейчас, я не ту взял штуку, вот так, давайте возьму менее обливодный цвет. Так, если мы можем k, например, скажем, допустим, нам нужно, вот мы хотели пятерку, в пятую степень, у нас k в пятой степени, что нам тогда нужно сделать? Нам нужно k возвести в третью степень, умножить на k, возвести во вторую, да? Ну, можно либо так написать, это один способ, и так тоже можно сделать, вот эту стратегию разделяя властвую, она, возможно, будет работать чуть-чуть быстрее. А мы можем сделать так, просто давай отщепим, если у нас k не четная, вот на данном этапе, мы просто возьмем и скажем, что это k на k в четвертой. Как k в четвертой считать, мы уже точно знаем. И для k в седьмой, на самом деле, давайте просто для семерки посмотрим, как это будет работать, для степени семерки. Чтобы посчитать степень семерки, посчитаем степень шестерки. Это мы умеем делать, для этого нам нужно посчитать степени тройки. Чтобы посчитать в третьей, не степени тройки, в третьей степени, в третью степень. Чтобы посчитать для тройки, нужно посчитать для двойки, ну и опять тут единичку, домножить просто. Ну и двойку мы знаем, мы получаем из единичек. То есть, такой подход будет работать для любого, для любой степени. Что мы пишем? Значит, у нас вот эта история, которую мы тут делали, она работает, если n при делении на 2, это 0. То есть, вот в этом случае действительно нужно делать такую рекурсию. А иначе мы можем сделать следующую рекурсию. Просто k умножить на pau в степени k, в степени n-1. Опять же, я повторюсь, это не единственный способ сделать. Можно сравнить их по скорости, но они на самом деле не сильно будут отличаться. Паразитное будет одно вычисление, то есть, можно было разделить более равномерно, может получиться лучше. Давайте проверим, что теперь у нас посчитается, скажем, 2 в пятой. Да, это 32. Абсолютно верно. Значит, давайте 5 в пятой посчитаем. 3 тысячи 25 должен быть. Фу, 3 тысячи 125. Да, так и получилось. То есть, мы действительно молодцы, мы все правильно посчитали. Ну, давайте там еще 7 в девятой степени посмотрим. Очевидно, не знаем, как 7 должно в девятой степени выглядеть, но можем руками проверить. Да, это правильно. То есть, смотрите, раньше у нас был алгоритм, сейчас просто, ну, не будем, наверное, все-таки его сейчас, ну да, давайте мы сейчас посмотрим просто, ну, опять же, здесь можно догадаться, что алгоритм, по сути, тоже будет работать за логен, просто с другой константой. У нас получается, что вот эти, у нас будут паразитные шаги, когда мы не можем на 2 разделить, ну, и бог с ним. Но таких паразитных шагов будет не больше, чем половина. А вторая половина их будет логен. Ну, то есть, получается, что суммарно мы потратим не больше, чем 2 логена, а это тоже от логен. Давайте проверим это. То есть, давайте просто возьмем, опять же, нашу функцию замечательную. Только теперь будем туда не массивы пихать, а будем пихать n. Ну, и понятно, что мы не хотим возводить миллиардные степени, потому что там у нас будут очень большие проблемы, поэтому до сотой посмотрим. Шагом 1. Возведение в степень. Ну, пусть будут пятерки. Бог с ним. Посмотрим, как это будет работать. Вот, оно посчиталось быстро. Давайте, кстати, посмотрим, оно может даже и нормально отработает. Ну, либо мы увидим последствия того, что у нас уже перемножаются очень большие числа. Ну, то есть, это интересно. Так, пардон. Раньше должен быть другим. на самом деле, что, ну, тут было какая-то, видимо, просто что-то системное, но мы видим, да, действительно, это очень похоже на логариф. Хотя, ну, ну, да, 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 очень похоже на логариф. Вот, единственное, как бы, не совсем понятно. Вот этот вот скачок, он не совсем понятен, возможно, в данный момент оно перешло к этим биггантам и потом просто их хэшировало, поэтому, ну, непонятно, непонятно, вот этот скачок мне, честно говоря, не совсем понятен, в принципе, видно, что действительно тоже начал расти по логарифу. Такая вот классная вещь. Так, у нас осталось уже очень мало времени, поэтому реализацию сортировки массива, давайте мы ее оставим на дом. Это же я, да, я в прошлый раз не прислал задание, я его сегодня стараюсь прислать к вечеру, там будет часть задания на графах и часть задания с разделяем вас. У нас очень мало времени, поэтому давайте мы обсудим вот такую задачку, четвертую, а эту задачку можете посмотреть по фану, потому что она, конечно, применения практически никакого не имеет, но она очень близка к задачке второй. Вот здесь было возведение в степени, но и оно практически меня совсем не имеет, а вот матрицам так можем возводить действительно. Вот посчитать число Фибоначчи можно, оказывается, мы его считали за OATN при помощи динамического программирования, но оказывается, если знать некоторые свойства числа Фибоначчи, можно конкретно заданное число Фибоначчи посчитать за логарифм M. Enter число Фибоначчи считается за логарифм M. Вот Так Предложите способ случайного перемешивания строк очень большого файла. Давайте просто это обсудим ну и напишем. Значит ну первое вопрос есть. Задание появится сейчас на сайте сайте Тичина на Тичине появляются просто не видел на Тичине это появлялось я могу Аня конечно написать видите а не на Тичине нет и по Тот который вы скинули да 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 я я собственно там там вам и скину ссылку туда ну там там да да там наш сайт там кстати по-моему везде открыт регистрация там можно решать вообще курс по алгоритмам студентов РББ ну да да они появятся там плюс если часть заданий я не успею все-таки добавить в EJudge я вам их скину именно в текстовом варианте буду просто проверять в УКМ значит в частности Fibonacci я адски не хочу добавлять у меня есть на них тесты мне их нужно искать и плюс там тесты будут ну достаточно странненькие то есть вы действительно вот пятую задачку можно просто мне прислать на почту ну опять же если вам интересно правильно вы решили или нет мне кажется тут задачка достаточно понятная плюс вы можете на Хабре посмотреть по-моему так по-моему я вкладку вещаю поэтому давайте вот с Хабра то есть это на самом деле из Кнута взята задачка у него очень буквально первая страница была Кнута искусство программирования такой огромный Талмуд который не надо весь читать конечно же там есть такая задачка очень интересная и вот на Хабре по-моему она разобрана я вот сейчас оттуда картинку значит давайте посмотрим значит предложить способ случайного перемешивания столько очень большого файла значит вот представьте себе что у вас реально очень большой файл значит начнем сначала с маленького файла значит допустим у меня есть там файлик давайте я какой-нибудь файлик экзампл .xt создам и просто for in range там от 1000 я в него запишу собственно ну пусть я из него и запишу print3 файл равно ну и давайте посмотрим просто там ну да там просто чиселки ну как перемешать такой файлик он небольшой как вот перемешать в нем строки ответ на самом деле очень простой и в то же время ну не требует ну то есть чтобы может подуматься что здесь надо придумывать что сложное что тут нужно как-то там мучиться индексировать этот файл чтобы уметь местами менять в нем строки в общем не-не-не такого нам не надо это мы просто пишем это мы просто пишем small file у нас есть файл что мы ну файл паф значит что мы делаем ну и нам нужно куда-то это записывать поэтому outpaf мы открываем этот файл на запись на фон очтения lines сейчас часто пользуют функцию headlines значит читаем оттуда все строчки а дальше нам нужно эти строчки перемешать ну хорошо random shuffle lines у нас есть встроенный алгоритм перемешивания который умеет работать с маленькими массивами дальше мы открываем на запись outfile outpaf is output и пишем output там можно написать вот так вот write lines lines давайте попробуем эту штуку то есть мы простой то есть мы знаем как перемешивать обычные массивы у нас есть функция есть на самом деле алгоритм его можно поискать мы не будем его разбирать он он интересный ну мы просто используем библиотечную функцию для шаффла значит мы берем наш файлик и делаем shuffled example txt пардон да мы его не открыли на запись результат немножко подсказываем давайте посмотрим что будет лежать шаффл то есть если мы успешны то там должны лежать да перемешанные числа достаточно в перемешанном формате вот мы видим то есть маленький файл можно легко перемешать в оперативной памяти но файл может быть большой то есть мы не будем сейчас делать большой прям файл ну допустим что этот файл размера сто тысяч вот просто мы сделали такой файл и мы почему-то считаем что это большой файл пишет же это нифига не большой файл ну вот я просто я почему собственно эту задачку добавил потому что вот про нее я могу там поклясться на библии что она рабочая она нужна потому что вот буквально у меня была задача причем именно для нейронных сетей значит ну я пишу давайте как у меня задача естественно почему это почему возникло значит у меня задача следующая у меня биологическая задача у меня хромосома дана то есть в какой человеческой хромосоме у меня расположен объект объект на самом деле это просто позиция на этой хромосоме и для этой позиции собственно сказано произошло там некое событие или нет. Метка дана. И мне надо, собственно, по вот этому вот и дополнительным признакам, которые написаны и в этой строке, и плюс я их могу вытащить из последовательности хромосомы вот по этой позиции, мне нужно уметь предсказывать, произойдет ли событие. Какое-то. Вот, так как предсказание, основная предсказательная сила там идет у последовательности ДНК, разумеется, то для этого очень хорошо подходят нейронные сети. Вот. Ну и как бы можно учить нейронную сеть. Нейронная сеть, возможно, вам Игорь, я не помню, Игорь еще это точно не говорил. В общем, нейронные сети, они учатся пачками, пакетами данных. То есть вы их передаете, например, там 20 объектов, она на них выдала какую-то ошибку, дальше вы делаете распространение ошибки, сообщаете, почему она на 20 этих объектах ошиблась, и она правит свои веса. Проблема в том, что файлы там очень-очень большие. То есть вот на каждую хромосому файл весит в распакованном виде, сейчас сколько он там весит, гигабайт, скажем, ну не гигабайт он весит, сейчас там не гигабайт, там далеко не гигабайт сейчас, 300 гигабайт он будет. Где-то там 300 гигабайтов, не очень большая хромосома весит. Потому что там информация почти о каждой позиции записана. При этом для нейронной сети очень важно не давать ей ложные связи. Мне нужно потом это будет предсказывать, и, ну, в принципе, чтобы не было каких-то проблем. В общем, ситуация какая? То есть правильные связи нужно давать, неправильные не нужно. Ситуация какая? У меня есть этот большой файл, если я его просто буду читать и по 20 строчек подавать в нейросетку, то у меня возникнет очень быстро проблема, заключающаяся в том, что у меня сигнал вдоль хромосомы меняется. То есть он константный, потом большой стал, потом опять константный, потом опять большой стал и так далее. Ну, или там какой-то момент он вообще отрицательный стал и так далее. Вот. Если я буду нейросетке давать свои данные вот такими кусочками, то жизнь моя станет очень быстро, очень печальной, потому что нейросетки, они, во-первых, склонны забывать, во-вторых, они, обучаясь на вот этом участке, начнут предсказывать константу. А потом вот на этом участке они начнут получать огромные штрафы и предсказывать большие значения. Потом здесь опять они будут получать огромные штрафы и научатся предсказывать константу. И так далее. Это, конечно, не факт, но, во-вторых, сходимость нейронной сетки это очень сильно влияет. Это реально плохо для нейросети, это дольше ее учить, а так как у меня очень много данных, я адски это не хочу делать. То есть мне и так это учить, если полностью запускать 30, скажем, дней, видимо. А так это будет не факт, что вообще сойдется за эти 30 дней. Вот, и поэтому мне надо подавать строчки не в порядке, в котором они идут в файле, просто по позициям, а подавать их в случайном неком порядке. Но при этом у меня этот файл, его в оперативную память конечно можно загрузить на сервере, но это будет очень грустно, это потребует очень много памяти, если я все эти сточки перешафлю, потом обратно положу на диск. В общем, короче, у меня может просто там, где я работаю, на сервере меня забанить. Ну, не забанить, в общем, не получится запустить одновременно много неосеток прицелочных. Вот, поэтому вот у меня задача реальная была написать так, чтобы эффективно вот эта штука вся перемешивалась, но это была одна из подзадачек. Потому что, конечно, там еще были всякие нюансы с тем, что мне эти участки надо сэмплить в разных, с разными вероятностями и так далее. Плюс мне нужно, чтобы у меня из этого файла можно было сразу с нескольких мест читать и так далее, и так далее. То есть прям вот очень много дополнительной штуки надо было делать. Но как бы основа была в том, что файлик надо уметь перемешивать. И на самом деле перемешивать, ну, опять же, если у вас файлик нужно просто перемешивать, и у вас это какие-то длинные участки просто, то на самом деле можно файлик даже не разбивать на маленькие, но мы все-таки это сделаем. Значит, что мы сделаем? Значит, первый шаг. Мы знаем, как перемешивать файлы размера тысячи линий. Давайте просто возьмем, и наш файлик будем разбивать. Значит, у нас есть inPath, у нас есть там суффикс. Давайте это outdir зовем, просто у нас будем в какой-то директории работать. Значит, import, давайте from pavlib, import pav. Значит, что я делаю? Я создаю вот эту директорию, в которую я хочу записать свой файлик, разбитый на кусочки. Опять же, это не обязательно, на самом деле, для именно такого файла, но я писал там с оглядкой на дальнейшие задачи. Значит, создали этот файлик, дальше идем. Значит, for in range. Значит, точнее так. Открываем файлик на запись. На чтение. Значит, for inPath. Ну да, в принципе, мы можем тут сделать даже проще. Давайте так. Значит, for inPath. Значит, мы открыли его на чтение. asInput. Значит, берем lines, создаем пустой массив. Значит, давайте это здесь сделаем. Значит, for line inInput. Что мы делаем? Мы берем, добавляем в lines нашу линию. Значит, мы сделаем лимит какой-то. То есть, мы хотим, например, по тысячу строк в каждом файле. Значит, если lines... То есть, если мы прочитали из файла тысячу строк... Что мы делаем? Мы, во-первых, в какой-то... Ну, мы все эти строки должны начать считать следующие строки, а эти строки должны записать в новый файл. Значит, что мы делаем? New file name, там, например, outdir. Ну, и, допустим, мы просто ведем индексы. Сначала это у нас единичный файл был. У нас будет файл, там, заминилый кусочек, один, text. И откроем этот файл на запись. Откроем его на запись. Is out. You out. Write lines. Lines. Ну, и вот так вот мы весь файл разобьем на запчасть. Опять же, в некоторых случаях это нужно делать чуть-чуть сложнее, но давайте попробуем так. Значит, да, и здесь, чтобы у нас... Оно у нас не ругалось, когда мы будем теститься. Пишем exist true. И давайте мы будем возвращать имена файлов, которые мы создали. То есть, chunks. Значит, мы это записали. И chunks. Pant. Это наш new file. Так, тут равно-равно, конечно же. И в итоге мы возвращаем на то, на какие мы разбили наши файлы кусочки. Значит, split. Опять же, мы хотим вот этот у нас example, который якобы большой, разбить там chunks. вот здесь в папку chunks запустить, ну, и лимит пусть будет вот ровно такой, какой мы хотим. Ну, и у нас получится вот такая. Так, да, нам нужно, чтобы это работало, нужно из инпафа делать, из outdir делать. Опять же, если кто-то не знаком с библиотекой по flip из питона, то есть аналог, можно OS, и там OS makedir и прочее. Паскопав, это сейчас считается более правильным способом работать со всем этим. Так, лист... Тьфу. Где-то... У меня что-то оно... Так. У меня что-то не добавило. Вот. Так, ну посмотрим, значит, разбилось ли оно на чанке. Нет. Сейчас. А, так, ну, не, все правильно. Так, chunks append. Сейчас посмотрим. Сейчас print line что-то ему. А, пардон. Да, я в lines не добавляю... У меня было не line вызвать, а добавить. Да, нужно добавлять. Так. Так, вот у нас чанки. Сколько у нас чанков? Вот, так. А мы индекс забыли увеличивать на единичку, пардон. Значит, да. Значит, когда мы создали новый файлик, нам индекс надо увеличить на единичку. Значит, у нас все перезапишется. Вот. Вот наши чанки. Вот их сколько-то, какое-то их количество. Ну и сразу, на самом деле, нюанс. Мы можем, в принципе, сразу вот эти линии перемешивать. Нам же нужно делать shuffle. Давайте там split and shuffle сделаем. Ну, хотя ладно. Ну, давайте не будем. Значит, теперь нам нужно все эти же чанки перемешать по отдельности. Что мы делаем? Мы создаем опять директорию какую-нибудь shuffled по чанк in chunks. Мы берем и, значит, shuffled chunk. Это chunk name. Ну, то есть мы просто в новую директорию копируем. Будем копировать чанк, но уже перемешан. То есть мы разделили файлик на части. Теперь мы хотим его перемешать. Значит, так просто удобнее по некоторым причинам. Просто так можно сначала файл разделить на запчасти, а потом эти запчасти быстро перемешивать вместе. Быстрее просто получается. Так, значит, shuffle small file. Shuffle chunk. Вот, и смотрите, мы разбили задачу на маленькие части, и теперь мы хотим в каждые. Сейчас. Audir только нужно тоже сделать профиль. И Audir надо создать. Вот, то есть мы теперь записали уже перемешанные чанки. Вот их какое-то количество есть. Мы можем проверить, что каждый из них содержит числа, которые перемешаны. При этом, к сожалению, он содержит только числа перемешанные, но в том порядке, в котором они... Сейчас, только надо... То есть только те числа, которые в нем изначально содержались. Поэтому они будут ограничены там неким числом. Ну, в данном случае, да. То есть это числа там от 9 тысяч до 10 тысяч. Значит, нам нужно теперь вот эти штуки, которые мы отшафлили, нам их нужно слить в один файл. Случайно. Но если мы их просто сейчас сольем в один файл, у нас сохранится то, что у нас... Ну, например, мы взяли сначала чанк первый. В нем будут строчки только с первой по 900... Ну, с нулевой по 999. Там в чанке два, там будут, соответственно, с 1000 по 1999. И так далее. То есть на самом деле, когда мы будем сливать все эти файлы, нам вот здесь будет небольшой нюанс. Нам нужно все эти файлы держать открытыми. На самом деле, не факт, что у нас сейчас клаб за это по голове не стукнет. И одновременно просто выбирать на каждом шаге, сколько мы... Вот будем ли мы из этого файла писать что-то. читать что-то и писать в выходной файл. Значит, то есть вот этот shuffled large файл, мы его назовем там shuffled file.txt. Мы его создали. Теперь нам нужно... По всем вот этим файлам, которые здесь расположены... Кошка села. Так. Да, вот это наши файлы. Shuffled. Chunks. Мы их могли на прошлом этапе сохранить, но вот я не догадался. Значит, мы берем вот эти файлы. Значит, мы их теперь открываем. Вот тут вот... На самом деле, сейчас я сделаю плохую вещь, просто я не хочу усложнять код. Я файлы остав... Ну, просто... Все открою, и у меня не будет защиты от ситуации, когда... Когда я... У меня ошибка вылетела, и я эти... И у меня из-за этого файлы остались открытыми. То есть opened... Я беру, открываю каждый файл на чтение. Open от чтения. Хорошо, это я сделал. Так, только не так. Open. Вот. Хорошо, это я добавил. Теперь у меня есть куча открытых файлов, и меня даже коллап еще не кельнул за это. Это хорошо. Хорошо. Да, вот они все открытые. Теперь, что я делаю? Я буду идти по этим... Я просто возьму, скажу, что у меня for in range там. Значит, мне нужно все файлы. Ну, то есть мне, на самом деле, по-хорошему, нужно знать размер... Размеры этих чанков, либо... Давайте пока, типа, wild. Сейчас объясню. Бесконечный цикл. Значит, что я делаю? Значит, давайте... А, значит, with... Open my вот этот shuffle... large file... Large file... Для записи. Wild room. Значит, из вот этих чанков я выбираю какой-то один. То есть, random choice. Open chunks. Только давайте я буду выбирать... Сейчас. Ну, да, так можно тоже. И что я делаю? Я беру, читаю из него одну строчку ровно. И эту строчку записываю в файлик. То есть, я сначала... Я разделил файл на части. Каждая часть отдельно перемешалась. Теперь я случайно из каждой части буду дергать по одной строчке. Выбираю. Вот. И внезапно вот это уже обеспечивает хорошее перемешивание файла. Но здесь есть нюанс. Возможно, у меня какой-то чанк закончится раньше, чем остальные. Что он закончится, я могу узнать, потому что пришла пустая строка. Ну, тогда мне нужно сделать, что? Open chunks. Remove, да? Давайте проверим, что... Open chunks. То есть, я должен из списка убрать тот чанк, который закончился. Да. Remove. Чанк. Continue. Ну, и, соответственно, на самом деле можно уже понять, что тут будет не while true, а просто while open chunks. То есть, пока у меня в чанках вообще хоть что-то есть. Хорошо. Ну, давайте попробуем это запустить. Ну, как всегда, это с первого раза может просто упасть. Не упало. Значит, посмотрим. Значит, лена to open chunks. Конечно, надо было перед этим закрывать по-хорошему. И теперь есть просто куча... Ну, ладно. Тут питон приберется за меня. Надо его закрыть, после этого убрать. Давайте теперь посмотрим, что же будет лежать вот в этом shuffled большом файле. Вот. Мы видим, в нем лежат действительно перемешанные строчки из очень разных мест. То есть, можно там посмотреть, скажем, n-100. Что у нас здесь встречаются очень маленькие значения и большие. Вот. Таким образом, мы решили вот задачку. Опять же, то есть, вот тут нет алгоритма. То есть, с точки зрения о нотации, тут никакого вот вау-эффекта нет. Мы не ускорились. Мы, наоборот, на самом деле, ну, просто перешафлить весь файл и вот запускать каждый раз. Типа, давай я буду из случайного файла брать строчку и ее записывать. Ну, в общем, короче, наш подход, на самом деле, работает медленнее. В 8 точек. Возможно даже. Ну, как минимум, нет, он не работает медленнее константа будет хуже. Просто потому, что перемешать много линий можно быстрее, чем вот то, как мы сделали. Но наш подход будет работать для очень больших файлов. В том, как для, в том, как для, для очень больших файлов, там, подход, у которого константа получше, он бы просто не работал, потому что мы не смогли все это загрузить в память. То есть, вот этот метод разделяя и властвуй, на самом деле, он прекрасен тем, что его можно применять не только для сортировки, но вообще для очень большого числа задач, в том числе без изменения у асимптотики или даже с ухудшением этой асимптотики, но зато вы хотя бы задачку, в принципе, способны впихнуть в память. Есть, например, такая, такой подход, вы про него можете почитать, и, в принципе, в машинном обучении он используется. Он используется, скажем, в машинном обучении, которая далеко не биология, это вот, когда у вас очень много данных, есть такой подход, который называется MapReduce. Вот, можете про него почитать. Вот, в частности, он позволяет вам, например, вам нужно вообще всю Википедию посчитать в ней частоты всех слов. Всю Википедию в веб-оперативную память при всем желании не засунете. Поэтому посчитать просто там встречаемости вот легко и не получится. Даже все слова вы не засунете из русского языка в оперативную память вполне возможно. Их все-таки достаточно много, особенно там, если не приводить их к единой форме какой-то. Вот, а MapReduce подход позволяет это там сделать за, ну, за очень маленькое время в параллельно, за счет параллельности. То есть там и параллельность работает, и то, что вот вы можете это, в принципе, хотя бы в память распихать. Вот, а на этом мы заканчиваем. Я повторюсь, вот там есть несколько задач интересных. Пятую я уже рассказал, что там вот есть. И шестая задача, она будет в домашке. Ее можно решить разными способами, можете погуглить, но один из способов основан тоже на стратегии разделяй и властвуй. И седьмая задача тоже. Там вроде бы даже оптимальный алгоритм будет работать за ту же асимтотику, за которую будет работать алгоритм, построенный на стратегии разделяй и властвуй. Просто там константа похуже. Но для тренировки это очень хорошая задача. Вот, если у вас есть вопросы, вы не стесняетесь их задавать. Если там будут вопросы, что почитать по алгоритмам дальше, вы тоже обращайтесь, я готов ответить. Ну, можно даже сказать, какая область. Я, если не смогу ответить, спрошу у знакомых. Вот, а на следующем занятии мы с вами поговорим про стратегический градиентный спуск, ну и просто градиентный спуск. А потом у вас будет Игорь, и потом в последнем занятии мы с вами поговорим про приближенные алгоритмы и с чем их едят и как они вообще работают. Ну, приближенные и переборные. Как просто перебрать правильно. Вот, всем спасибо. На этом мы заканчиваем. Всем хороших выходных. Субтитры создавал DimaTorzok